идем получать стартовый пакет завтра будет забег марафон 52 нынешний переименованный из марафон 800 один из немногих нижегородских марафонов с целой дистанции 42 километра есть еще дистанция 10 и 3 километра 42 я еще не готов 3 мало 21 нету поэтому я бегу 10 росте а стартовый номер надо знать свой я просто не нашел козаков сергей все номерочек получил идем за футболка здрасте то есть с маленькой прям все пасибо она там да получил стартовом пакете футболка размером сказали возьми м из с ты уже вырос в конце концов пара м куносить ну и все в целом то остального макулатура хотя вот это что такое не знаю чай пакетик чая пакетик овсяной каши гель для душа магнитик и сам стартовый номер но там еще купон на напиток который надо будет где-то получить завтра отдельно вообще на рождественской и по отдельно ехать за напитком блин как странно или можно пробегая мимо рождественской забежать получить ну и вот мой номер болей на он не именной даже не именной номеров такой разнообразный маршрут будет у ребят на 42 километра и сколько яблочек и на 10 километров 1 вода и 2 яблочек уважаемые пассажиры при выходе из вагона не забывайте свои вещи утро день забега у спортсменов начинается в метро тот же состав смотрите только разные дистанции а ты беги герой сколько 5 вот смотри кого на рекорд идет здесь 10 километров сейчас или мин тоже поднял дистанцию 42 по качестве поднял не взял по марафон брал марафон не брал ну вот видите оба дистанцию два раза увеличили а я вот что-то все на одном месте топчусь десяточки всякие ты за колен тоже не больше 21 здесь нет просто 21 до был в 21 в 21 ну ты не заряжает на самом деле теперь хочется вот он пробежит полом я задумался тоже к следующий год подготовиться марафон возвращается вот это вот мысли это желание а чтобы увидеть как я готовлюсь к марафону они знают толк ну все поняли подписывайтесь давай удачи тебе спасибо все старт есть километров пока сложно как-либо гонять здесь уже попроще как раз десяточка да не был бы 21 я бы 21 взял а так 42 я еще не готов 40 агаты сколько обычно бегаешь здесь впереди 21 но пока колено не дает а где 21 будет ну я надеюсь другие герои а но с ней к ней это готовится ага в следующем году получила как раз постепенно основном начать десяточку пару лет а там полу потом марафон но сюда да да постепенно все должно быть мешает колено беговая набеги получивали вообще в целом а старая волейбольная так получена беги да как бы прицепить получился я желаю восстановить их все спасибо и подготовиться и кого марафонных марафону 5 этот приятный момент когда узнают на человек обгонял прям по плечу все горит ролик будет ждем горит ролик ролик будет и не забывайте подписаться и написать какой-нибудь комментарий вам не сложно а мне приятно обнял как всегда начал опять не свой темп бегу по 440 по 430 это очень быстро я был с карбоном в машине такой скорости не хватит на всю дистанцию на 100 процентов надо чуть-чуть сбавить оборот иначе упаду где-нибудь снизил там до 5 вроде нормально возможно такого не хватит пробежать всю дистанцию погода шикарная просто для бега идеальная дождя нет солнышко не печет а не дает замерзнуть кайф так уже забегаем на мост 4 километра позади еще 6 вот участок чуть-чуть в горочку 5 километров записи 4 минуты здесь давно у меня не было таких результатов если честно даже удивлен пока пить не буду хочется проверить чем все это закончится но я заинтригован приятно на каком ютуб канале потом смотреть сергей казаков ну а можно забить сергей казаков из-за нога сергей казаков надо убить да да отлично передаю себе привет надеюсь что ты бегу за 55 минут короче а у тебя за 55 минут цель да нормально вроде укладываешься даже быстрее ну пока да но я так быстро еще не бегал да я тоже мне короче ну снимал ногу в прошку в предыдущем забеге но они все лежат мне в столе а знакомая ситуация хорошего забега спасибо тебе тоже зарядил меня скорость поднялась спасибо спасибо вам напишите пожалуйста комментарий какой-нибудь и на канал подпишитесь имеющим 3 километра осталось тяжело интересная прямая практически чуть больше километра осталось хорошо идем я уже с тобой упал на хвосте давай-давай чуть-чуть осталось километр но учитывая, что мы 9 уже преодолели то чуть осталось 300 под конец, конечно, я прям вздох думал, что все, прям помру Бог заболел, блядь, справа и снизу справа что-то заболело, закололо еще там за два километра мужик за мной встал, я говорю, давай-давай он такой, все, брат я, говорит, уже тебя держусь так что давай для меня это было еще мотивацией не сдаваться я, конечно, потому что я мог снизить темп и он бы не заметил и тоже бы силы за мной но нет, надо было держать я не знаю 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 Я начал бежать где-то по 4.50, по 5 минут, что, в принципе, плюс-минус мой темп, но где-то на 32-м километре меня накрыло. Начал сводить сначала правую ягодицу, заднюю поверхность бедра, потом левую ногу, потом икры, потом бедро, потом приводящую, вообще, здесь внутри где-то. Я такой бегу, думаю, ну, это просто жопа. Я уже начинал даже думать о том, что, ну, надо сойти наверху. Ну, думаю, как стрёмно будет, типа, я тут участвовал в марафоне, уже пробежал 37 километров. А почему сойти именно на перекос, перейти на бег и дошагать до финиша? Ой, перейти на шаг и дошагать. Ну, слушай, там идти-то очень далеко. Мещанка осталась, может быть, где-то очень. Я думаю, я бежать-то буду час, а пешком, это вообще, там, 2 часа. Такси? Убер. Вот, и подбегал даже к скорой помощи, просил их какой-нибудь обезболивающей. Они мне говорят, на тебя укол сделай. Я говорю, нет, укол, спаси мне не надо. Ну, оказался какой-то участник, к сожалению, я не знаю, как его зовут, первый раз его вижу. Вот, бежал, вот такой, поддержал меня, дал мне солевую таблетку. Ну, какой-то момент меня отпустило, мышцы перестали болеть, сводить. Я даже смог кое-как, там, по 6-30. Прямо сильно заметна эта разница была? Да, то есть я там шел пешком, по 8 минут бежал. А потом, бам, и меня отпускает, я как-то могу по 6-30 бежать. То есть функционально-то я не устал, а у меня курс 42-150. То есть я такой думаю, ну, пипец. Потом я немножко включился, пробежал, мы развернулись на мещере. То есть оставалось до финиша уже 2 километра. И меня опять схватывает. Я опять перехожу на шаг. А вот, я думаю, ну, осталось чуть-чуть, надо уже заплести. И вот уже все, финишная прямая, там такая табличка остается в 300 метрах. Я заруливаю, вижу финишную арку. Чуть-чуть добавляю темп и понимаю, что все, у меня ноги сейчас вот так, как клинит, так встану. Все, все, я как-то оловянный солдатик не смогу, не смогу передвигаться нормально. И я вообще не понял. И мне хватает 2 мужика. Причем один, который вот был справа, он у меня смотрел очень сильный такой рост. И думаю, что вообще происходит? Я шел не пункт, но он такой. То есть один-то был в халате, ну, там понятно, да, из скорой помощи. А второй, я не понял, такой, может, там ведущий, кто-то еще. Он, видимо, тоже был в скорой помощи. Они увидели, что у меня ноги свело на финише. То есть я даже не успел дойти до медалей. Я не успел медаль забрать. Это видно на камере. Да, да, да. Раз, так и меня забирают. А эти серии, знаете, там, это, добежал такой. Ваши документы. А нет? Пойдемте. Да, да, да. Пойдемте. Вам отлично, к нам приехали. Это надо встречать тех людей, кто решил слот не покупать и бегать без номерка. Вот их так надо встречать на финише. Здравствуйте, пройдемте. Да, меня отвели в медпункт. Сделали такой просенький, но в свое время на массажах. Намазали ноги. Вот. Но было сложно. Было сложно. Сейчас вот сидим, отпиваемся. Я пью кофе. Поел немножко в Макдаке. Вкусная точка. В целом сложно было. Но, мне кажется, после такой дистанции и после такого испытания прокачивается сила духа, там, да, сила воли. Потому что после, там, 33 километра, я уже такой думал, так, у нас сойти. Нет, я не сойду. Там, я бегал, рычал вообще на себя. Думал, ну, типа, ни за что не надо сдаваться. Все болит. Думаю, как, вот, тебя, знаешь, там, мысли появлялись. Как бы сейчас был бы крутой день сесть, отдохнуть. Да, внутренний диалог начинает прям работать. Да, у меня, ну, наушников нет. То есть, я бегу сам по себе. И с кем я бежал, я уже вижу, они там далеко убежали. Меня начинают обгонять тех, кого я обгонял. Темп вообще не мой. Пульс там 150-140. Эмоциональный, конечно, так себе история. Но, жив-здоров. Надо немножко отдохнуть. И продолжать тренироваться. Ну, вообще, как бы, история мотивирует. У меня появляется, просыпается желание все-таки взять свой марафон. Обрести этот статус марафонца. А то меня все называют марафонцем, хотя я ни разу не бегал его еще. Надо, пора. Вот на следующий год, думаю, надо подготовиться. Ну, да, накатаешь объемом или набегаешься. Так что поддерживайте, смотрите. Не забывайте подписываться, ставить лайки. Пишите комментарии, пожалуйста. Еще раз поблагодарю за теплый прием от предыдущих роликов. Сбеги, герой, с питерского забега. Обнял всех. Целую. Целую. Обнял всех, целую в попу. Особенно красиво девочек. Да. В общем, всем удачи. Пока. Вот они. Последствия марафона. Вообще. Причем я не могу карьеру так ставить, потому что тяжело. А вот в окна полегче. Ага. А вот он на весе. Так вообще хорошо. По равнине-то, да, шагать не по горочке? 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 Продолжение следует...